Вместо армии на скамью подсудимых. А все потому, что 24-летний брещанин Дмитрий срочной службы предпочел заработки в Польше. По словам молодого человека, косить от армии не думал, в связи с непростым материальным положением не смог найти работу в Бресте и уехал в страну-соседку. Да, он принимал участие в неоднократных призывных мероприятиях, но в день ИКС в военкомате не появился, объясняя это плохим самочувствием. Вину в предъявленном обвинении признаете полностью, частично или вообще не признаете? Видимо, наверное, частично, потому что 22-го, когда я явился в военный комиссариат, я был в поликлинике, у меня состояние здоровья было, мне удовлетворительно себя чувствовал. Но что, я ходил в поликлинику, обращался, на что у меня есть бумагу, я брал, я тоже ходил в поликлинику. И что, вам дали больничный? Нет, а как мне дали больничный, если я не работаю, не труду спорми. Ну, в смысле, не труду спорми. А затем юноша уехал на заработки в Польшу и все ответственности за неявку в военкомат либо не понимал, либо не учел и пустил все на самотек. В результате суд определил наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин. Это 1225 рублей и 200 часов общественных работ. К этому судья добавил арест на мобильный телефон. Арестованное имущество, мобильный телефон марки Xiaomi, в случае неисполнения добровольного приговора, в частности уплаты штрафа в месячный срок с момента вступления приговора в законную силу, обратить счет взыскания штрафа, в случае уплаты штрафа указанный срок, арест наложен на имущество, обвиняемого, снять. В среднем в год уклоняется от военной службы 25-30 молодых брещан. Основными причинами уклонения от мероприятия призыва остаются неизменные. Так, на первом месте стоит это личная халатность призывника, нежелание приходить. На втором месте это поиски лучшей жизни в сопредельных государствах. И на третьем это мнимое мнение о том, что родина может подождать. По сравнению с предыдущими призывными кампаниями уровень граждан, уклоняющихся от мероприятия призыва уменьшился. Так, в осеннюю кампанию прошлого года было 15 человек, в весеннюю кампанию уже 13. На данный момент из 13 человек уже четверо привлечены к уголовной ответственности. Ответственность за преступления по данной статье предусмотрена статьей 435 Уголовного кодекса части 1. И в частности она может быть как в виде штрафа, так и в виде ареста, ограничения свободы, либо лишения свободы на срок до двух лет. Судебный процесс состоялся с участием комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района. Свидетелями события стали 15 молодых людей, которым в скором времени нужно будет пройти воинскую службу. Наказывать таких людей, я думаю, никому не надо. Легче отслужить, доказать, что ты настоящий мужчина, что ты служил в армии, чем потом бегать по судам, чтобы тебя наказывали, судили. Конечно, причины не явки на призыв у каждого свои, но вот результат всегда один. Уголовная ответственность, крупный штраф и общественные работы. Стоит ли игра свеч? Помните, на своих ошибках учатся, на чужих преподают.